Здравствуйте! В эфире «Мужского областного новости» в студии Евгений Македрюк и Коротко о главных темах. Ракета «На старт». На восточном ракету-носитель «Союз-2.1а» установили на стартовый комплекс. 227 новоселов. В свободном сдали девятиэтажный дом для переселенцев из аварийного жилья. Разрешили досрочно. В Белогорске открыли проезд по отремонтированному путепроводу. Вздулась и треснула плитка. Торговый центр «Ледяной» в Благовещенске проверят на безопасность. Ну а теперь об этих и других темах. На космодроме «Восточный» дан обратный отсчет четвертого запуска. Утром 24 декабря ракету-носитель «Союз-2.1а» установили на стартовый стол. На орбиту, помимо двух российских «Конопусов», она выведет еще 26 иностранных спутников. Напомню, пуск намечен на 27 декабря. Ракета оторвется от Земли в 11.07 по местному времени. Основной нагрузкой «Союза» станут спутники «Конопус-В» номер 5 и номер 6, предназначенные для дистанционного зондирования Земли. Также будут запущены 26 космических аппаратов из Японии, США, Германии, Испании и ЮАР. Предыдущий старт Самурского космодрома состоялся 1 февраля 2018 года. На орбиту были выведены два спутника «Конопус-В» номер 3 и номер 4. На орбите также работает «Конопус-В» номер 1, запущенный в 2012 году с космодрома Байконур. В 2019 году с «Восточного» планируется провести еще один запуск космического аппарата «Метеор-М». План социального развития центров экономического роста при Амуре обсудили Александр Козлов и Василий Орлов. В минувшие выходные федеральный министр прибыл в Амурской области и провел совещание в региональном правительстве. В Амурской области центром экономического роста является свободный. Как сообщает пресс-служба областного правительства, именно здесь будет реализована большая часть мероприятий плана социального развития за счет межбюджетных трансфертов, которые поступают из федеральной казны. Александр Козлов и Василий Орлов подвели итоги реализации мероприятий 2018-го и обсудили степень готовности к началу работ в 2019-м. Так, в уходящем году начались работы по 18 мероприятиям, 5 из них закончатся до конца года. Остальные завершат в последующие два. На следующий год стартуют работы еще по 15 мероприятиям. Они закончатся до 2020-го года. В общей сложности регион получит более 6 миллиардов рублей на строительство, реконструкцию и модернизацию социальных объектов. Амурские туристы, пострадавшие от действия туроператора «Жемчужная река», пока не намерены обращаться в суд. Об этом сообщили в Министерстве экономического развития и внешних связей области. Напомню, заложниками ситуации стали более 150 человек с тропического острова Хайнань. Их вывозили частями. Борт с последними 20-ю мурчанами приземлился в Благовещенский утром 21 декабря. Их путь домой лежал через Самару и Москву. В общей сложности люди пробыли в полете около 20 часов. Об испорченном отдыхе и успешном возвращении на родину – наш следующий сюжет. Сейчас предновогоднее настроение. Людям просто хотелось какого-то праздника. Но праздник, к сожалению, у нас немножко не получился. Марина Каишева в числе последних амурских туристов покинула остров Хайнань. Говорит, полноценно отдохнуть получилось всего неделю. Начиналось именно в нашей ситуации буквально через неделю. Вся эта катавасия. То есть он подходил и постоянно капал нам на нервы. То есть вы должны выехать, вы должны выехать. Самолета больше не будет. Если вы сейчас из гостиницы не выйдете, то вы уже больше не улетите. Самолет всегда, по его словам, был последним. Отдых Александра Купина тоже испортили неожиданно возникшие проблемы у туроператора «Жемчужная река». Он вместе с семьей должен был три недели отдыхать в пятизвездочном отеле. Однако уже через семь дней продолжить отпуск пришлось в одном из низкопробных хостелов. Номер, конечно, очень ужасный. Люди оставались там, уже ждали какую-то неделю, тоже остались с нами. И люди, многие были без денег на самом деле. Когда мы вредили в гостиницу, 15 поселили, давали завтрак, булочка рисовая на пару и каша с рисом непонятно на воде. И одно яйцо. То есть, кто был без денег, тому, конечно, было очень тяжело. Для сплоченности амурские туристы создавали группы WhatsApp для обмена новостями. Чуть позже появилась группа, где вопросы застрявших туристов из Приамурья уже курировало правительство Амурской области. Огромное спасибо Амурской области и правительству, что там поддержало нас. Они сняли гостиницу в Домодедово, мы там переночевали, помылись, накормили нас обедом. И вечером мы вылетели в Самару. Самара в географическом списке амурчан стала транзитным городом. Далее их ждал Благовещенск. А для Марины и Александра этот отпуск запомнится на долгие годы. Всего заложниками ситуации стали более 150 амурчан. По возвращению домой все туристы имеют право обратиться к траховщику, у которого был заключен договор с туроператором. Ольга Сысоя, Андрей Цветков, Амурское областное телевидение. Инспекция Государственного строительного надзора Амурской области совместно с прокуратурой проверит торговый центр ледяной на предмет безопасности. Накануне на втором этаже здания вздулась и треснула напольная плитка. Это видео в интернете уже посмотрело несколько тысяч человек. Кадры разместили собственники торговых палаток, для которых происходящее стало полной неожиданностью. Как рассказывают предприниматели, треск на полу начал раздаваться около половины пятого вечера. Плитка не просто вздыбилась, но и начала расходиться по швам. Люди как шли, так и шли. Плитка лопалась. Прям, знаете, вот щепки прям вот в лицо бросалось. Могло бы тоже несчастье случиться. Они даже, люди, не знали, куда идти. Мы их выводили. В данное время опасный участок на втором этаже огородили сигнальной лентой. Торговый центр продолжает работать в обычном режиме. По словам представителей обслуживающей компании, ничего опасного в растрескавшейся плитке нет, как отсутствует и угроза обрушения конструкций. Причиной в появлении трещин, скорее всего, говорят в торговом центре, могли стать технологические подвижки самого здания. То, что лопнула плитка, то есть это общее имущество в проходах общего пользования, она лопнула и она подлежит замене. Никаким образом это не влияет на конструктивные элементы здания, на соответствующие несущие конструкции и так далее. В связи с чем в ближайшее время будет очередное заключение проектного института. То есть вопрос в чем? То, что зданию 3-4 года ходит фундамент, и вполне возможно, что, скорее всего, так и есть, что из-за того, что этот фундамент ходит, эта плитка лопается. Она подлежит замене. 227 семей переселенцев из аварийного жилья в свободном получили квартиры в новом девятиэтажном доме. Там уже выполнен эконом-ремонт и установлена сантехника. Ключи от благоустроенных квартир новоселам вручали министр по развитию Дальнего Востока, а также главы Преамурья и Свободного. Подробности у Ольги Сысой. 109 новых квартир с минуты на минуту обретут своих хозяев, но сначала их скурпулезно проверят министр Дальнего Востока, а также главы Преамурья и Свободного. 252 миллиона рублей на строительство дома в девять этажей были выделены по единой субсидии Минстроя России. Свои законные квадраты займут 109 семей из разных районов Свободного. На путьстве новоселам дали и сами жильцы. Хочу обратиться к новоселам. Берегите этот дом. Соблюдайте чистоту и порядок не только в своей квартире, но и во всем доме. Перерезать красную ленточку по традиции доверили самым молодым жильцам квартир. Девятиэтажка в Свободном стала первым крупным объектом для переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. В 2018 году основной упор был сделан на объекты коммунальной инфраструктуры. Именно это стало основным заделом для дальнейшего строительства. На следующий год мы целый ряд объектов начнем строить, и они станут видны, скажем так, всем жителям Свободного. Это школа на 528 мест, это физкультурно-оздоровительный комплекс. У нас большие перспективы по дорожному строительству, свободному благоустройству, многое другое. Помимо прочего, Василий Орлов отметил, за областью закреплено более полутора миллиардов рублей на переселение граждан из аварийного жилья на ближайшие два года. Значительная часть средств будет направлена в Свободный. Ольга Сысоя, Антон Максимов, Амурское областное телевидение. Лидеров области юриспруденции выявляют в Амурской области. Пятый год подряд в регионе проходит конкурс «Амурский юрист-2019». Принять участие в нем могут все желающие, как уже состоявшиеся профессионалы, так и молодежь с 14 лет. Конкурс стартовал в начале декабря и закончится 1 мая 2019 года. Он включает три этапа. В первом участники должны зарегистрироваться на интернет-сайте amurskiedefisyurist.rf и пройти тест. Во втором победители первого испытания также через интернет-портал предоставляют творческую работу. Ее условия прописаны в положении конкурса. И в третьем оставшиеся претенденты на звание лучших выполняют задания в онлайн-режиме. Победители и лауреаты награждаются дипломами и ценными призами, остальным вручат сертификаты об участии. В номинации «Профессионал» у нас участвуют участники, которые уже имеют юридическое образование. И чаще всего это профессионалы, которые уже работают по юридической специальности в различных абсолютно сферах. Вторая номинация – это «Учусь быть юристом» для обучающихся. Разделили номинацию, так как неравные условия в прошлых годах конкурса было для участников, которые обучаются по юридической специальности, и те, кто еще только школьники или вообще не имеют юридического образования. И третья номинация – это «Хочу быть юристом» как раз-таки для тех, кто не обучается и вообще не имеет никакого юридического образования. Это школьники и обычные граждане. Путепровод в Белогорске открыли раньше срока. Вместо 25 декабря движение разрешили 24 числа с 16.00. В социальных сетях распространяются ролики счастливых гаража. 24 декабря движение по мосту открыли для легковых машин и грузовых автомобилей общим весом до 3,5 тонн. Пассажирские автобусы запланировано пустить по графику с 6 утра 25 декабря. Решение открыть путепровод было принято на КЧС, где эксперт предоставил профильным службам заключение по укреплению третьей аварийной опоры. В результате нареканий проделанная работа не вызвала, однако специалисты отметили, что эксплуатировать объект можно при ежедневном наблюдении состояния конструкции. Между тем, глава Белогорска Станислав Милюков поблагодарил Ламурское правительство за поддержку. По его словам, только благодаря представителям всех форм правления удалось досрочно завершить ремонт опоры. Между тем, напомню, движение по мосту было блокировано с 12 декабря. В Мазановском районе организовали новогодний десант. В гостях у многодетных семей, а также одиноких пожилых людей побывали Дед Мороз, Снегурочка и другие сказочные персонажи. Они поздравили селян с праздником и вручили подарки. Кроме того, в Новокиевском уале возвели несколько горок. Как рассказал глава района Михаил Пивень, средства на все это получили сразу из нескольких источников. Так, в Ассоциации муниципальных образований оставшиеся на конец года деньги потратили на презенты, которые разделили между селами. Также помогли золотодобывающие компании, предприниматели и резервный фонд главы района. Новогодний праздник – это всегда один из самых-самых любимых праздников у детей, и не только у детей, но и взрослых. И при нашей весьма непростой жизни хочется сделать, конечно, для людей в эти дни праздничное настроение, особенно для ребятишек, особенно для тех, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию, многодетных, одиноко проживающих пенсионеров. К сожалению, в маленьких деревушках небольших, где живет там 50 человек, 30, не везде есть помещение, даже это, там есть библиотечка, может, какая-то, а клубов нету. Поэтому мы решили организовать уже не первый год выездные, клуб наш выезжает с Новокийского Увала, берет с собой бригаду артистическую, подарки берет с собой, едет, поздравляет списки, к кому едут они, уточняются с главами сельсоветов, они дают эти данные. И по этим адресам они отрабатывают. Либо собирают где-то их в одном месте, приемлемом там, дают небольшое представление, поздравляют, вручают. Людям это, естественно, приятно. Я даже сижу по отзывам в социальных сетях. Люди довольны, что о них не забывают, о них помнят. Также в каждый сельский клуб района закупили конфеты и игрушки для Деда Мороза, чтобы во время новогодних представлений волшебник мог раздавать презенты детям. Как добавил Михаил Пивень, при помощи разных людей и источников финансирования, всем вместе удалось создать по-настоящему новогоднее настроение для жителей района. Амурчан просят скинуться на витамины для диких животных. Акцию под названием «Свинкам на витаминке» пока поддержало не так много жителей региона. К настоящему моменту силами неравнодушных людей собрано всего 660 рублей. Желающие помочь диким кабанам и поросятам микроэлементами, лекарствами от паразитов могут переводить средства на карту Сбербанка. Номер сейчас вы видите на своих экранах. Акция продлится до 28 декабря. Также обитателям леса нужны продукты питания. Если у вас есть лишние зерноотходы, корнеплоды или овощи для подкормки диких животных, можно непосредственно обратиться к охотоведам в дирекцию или позвонить по телефону 8 4162 201 419. Ест только фрукты и овощи, совсем не пьет воду. Два раза в месяц посещает грумера, стилиста по уходу за домашними животными. Большим вниманием и тщательным уходом обеспечивает одна из жителей Инсполаговещенской живой символ наступающего года – декоративную свинку Пеппу. Вероника Федореева встретилась в отделе ци имени поросенка. Все подробности смотрите далее. Эту свинку зовут Пеппа. Ее назвали в честь одноименного мультфильма, популярного среди детей. Поросенок отличается дружелюбием. У хозяйки Минипига Анастасии Азаровой еще три домочадца. Две собачки породы Чихуахуа, киса и фифа и кот Миша. У амурчанки они живут уже 8 лет, а Пеппа появилась лишь год назад. 21 декабря она отпраздновала первый день рождения. До трех месяцев, говорит девушка, пяточка кормили каждые четыре часа, причем в круглосуточном режиме. Сейчас четыре раза в день. В рацион свинки входят яблоки, груши, бананы, огурцы, помидоры. Также Анастасия балует питомца фруктовыми кашками. Главное, чтобы без молока, иначе карликовое животное может набрать веси до 8 килограммов. Мы просыпаемся, обычно я кормлю, через 10 минут меняю пеленку, потому что у них все по часам. Поела, 10 минут сходила в туалет, на пеленочку, в одно место всегда. Самое главное – не пропустить этот момент, потому что иначе будет, как у маленького ребенка, знаете, когда оставил и там… и все вокруг. Порции мини-пига должны быть строго соизмеримы весом. У Пеппы весом в полтора килограмма разовая доза еды не превышает 50 граммов. Это, например, 3-4 дольки яблока. Кстати, воду карликовой свинки Анастасия не дает. Говорит, жидкость поросенок получает из фруктов и овощей. Также Амурчанка признается, уже год с момента покупки питомца живет, будто в доме маленький ребенок. Помимо внимания, мини-пиг требует тщательного ухода. Она требует внимания, ее нужно каждый день мыть желательно. Мы ее моем, мажем кремом, копыта должны были поехать пилить. Сама я не могу, к сожалению, мне страшно где-нибудь не там это сделать, поэтому в салон мы возим. Внимание очень любит быть на руках. Вот вы видите, да, сейчас она раз, все, и успокоилась. Она может быть на руках очень долго, вот на руках уткнуться куда-то, да-да-да, куда-то уткнуться тебе в грудь и вот все спокойненько лежать. А еще мини-пиг любит тепло. В доме нельзя допускать сквозняков, иначе может заболеть. Помимо высоких требований, цена мини-пига также немаленькая. В том году пятачки стоили где-то 25-30 тысяч, но маленькие. Документы плюс перевозки, ну где-то это обошлось удовольствие 1045 сюда доставить. В Подмосковье есть заводчица. Ну, так получилось, что, в общем, если пятачок бы ехал сам, это бы заняло где-то неделю, сколько у нас только на поезд брали. Так как муж хотел успеть к дню рождения, он полетел сам за ней, сам ее каким-то чудесным образом, это до сих пор тайно, привез, и она вот была вот такая с ладошку. Как говорит Анастасия, мини-пиг отличается спокойствием и радушием. Именно так и должен пройти наступающий год свиньи, считает Вероника Федереева, Михаил Величкин и канал Амурского областного телевидения. Этот материал завершает выпуск. Напомню, развитие этих и других событий вы всегда можете узнать на нашем сайте. Я же на этом с вами прощаюсь, всего хорошего и до встречи.